Сейчас месяц Парашутама, какая должна быть у нас практика? Что мы должны сделать, чтобы радостной была Радха и Кришна? Что Гурдеев говорит, что мы можем совершить служение Радхамопхану. Девошин, то есть преданность, означает служение. Ментально, это ментально, это ментально, это ментально. У меня один пункт должен быть, другой пункт, это физически. Своей пункт, это деньги, но есть где-то. Гурдеев говорит, что прежде всего мы можем служить в своем уме, ментальной религии, это прежде всего. То есть ум всегда сосредоточен на служении им. Не отвлекаясь. Второе, это служение физически, когда есть такая возможность. И третье, мы можем служить деньгами. И вот этот месяц называется добавочным. Вот, адик. И далее идет продолжение четурмасси. Итого пять месяцев в этом году у нас священные. И это очень благоприятное время для служения. Итого пять месяцев. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Гопи, Радха, он тоже поет, но Гопи стрелы за них. Они не те Сиддхи, Садан Сиддхи, Крапа Сиддхи. Они хотят быть. Кто поет? Нитя Сиддхи, Садана Сиддхи, Крапа Сиддхи. Сени Гопи. Но Шилгурдеф, я помню, как вы рекомендовали, здесь, sing Гопи Гитар. Нет, это не Гопи. Я помню, это было много времени. Это было много времени. Но Гопи Гитар не было. В Мандире Вао, Гопи Гитар не было. В Мандире Вао, Гопи Гитар не было. Но Гопи Гитар не было. Шилгурдеф объясняет, что центральный момент в этой песне – это Кришна. Гопи погружены в разлуку с Ним, и они поют, а они хотят быть с Ним, они хотят наслаждаться с Ним. Это Гопи Бхава. Манжари постоянно срочно на Шимати Радики, не на Кришну. Только служение Радики — это Манжари Бхава. А Джай Кришна, clear, clear, what should I have told? Продолжение Радики, который рассказывает about, он объясняет, что Гопи Гіта, что даже в нашем Песне, это много раз Киртан. Киртан, не мы. Мы не спрашивали. Мы не спрашивали. Радики не спрашивали. Они спрашивали, что Адхана Судхана Джей. Арти и Мадрадов. Шилгурдев объясняет, что происходит здесь, потому что один гиртунгруппы здесь, и это их сервис, но девоте, которые практики Манджарибала, не занимаются гиртунгопи-гита. Мы практики, в юг Милана Арати, вея сингин Радак Рикапатакшу Стала Раджа, вея сингин Мадураштакам. То есть Шилгурдев говорит, что у нас есть здесь группа киртунгопи, которые постоянно поют в алтарной комнате. Они поют в том числе гопи-гита, но преданные, которые здесь практикуют под руководством. И те, кто под руководством Шилгурдева, практикуют Манджарибаву, не поют гопи-гиту. Они поют те песни, которые мы поем во время Арати, такие как Югала Милана Арати, к примеру, Шикшаштака, мы поем. Радакри Пакатакшу Стала Раджа, то есть средоточность на Шимати Раджа. Шилгурдев, но что касается Мадураштакам? Это тоже концентрация на Кришна? Абрак Пакатакшу Стала Раджа. Мы поем, потому что Адрам Мадурам, и Пакатакшу Стала Раджа и Пакатакшу Стала Раджа Мадурам. Я спросил, а почему мы поем Мадураштак? Она же описывает сладость Кришны. Он сказал, потому что это во время Раджа Бога Арати. То есть мы медитируем на то, как Шимати Радика получает Адрамриту Кришны, а мы потом кушаем Адрамриту их обоих. Мы получаем от Шимати Радики. Прасад Мадурам. То есть Прасад Мадурам. Джай Кришна, вы слышали? Я повторяю. Шилу Гурдев объяснил, что мы здесь поеме, когда Раджа Бога Арати Мадураштакам, потому что, в тот момент, было предложено Пога Радамохан, и Шимати Радика получает Адрамрита на ночь, на ночь, на ночь, на ночь, на ночь, на ночь, на ночь. Также, и Шилу Гурдев added, он сказал, что эта песня это песня, это песня, это песня Мадураштакам. И, на следующий момент, это, что, после этого, мы берем Прасадам, и это песня, это песня, это песня, что мы берем Адрамрита, и Радха, и Мохан, вместе. Ирина Рады. Он спросит, Рады Рады, мы также имеем вопрос, почему Krishna из красного цвета? Он спросил, почему Krishna из красного цвета? Джай Кришна спросил, почему Krishna темный, почему он синего цвета? Шагурдев в ответ спрашивает, а какого цвета небо? Я говорю, синего. Он говорит, а потом он спросил, а какого цвета океана? Я говорю, синего. И он отвечает, почему? Потому что творец синий, его цвет тела синий, и вот это все, огромное пространство напоминает о нем. А потом он говорит, глаза Шримати Радыки синие, и глаза Шиланаренга Самахраджи синие. Шиланаренга Самахраджи синий. Шиланаренга рассказывал, что он говорит, что небо свет 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 свет. The ocean is blue. Why? Because the creator is blue. And also he told what eyes of Shemati Radhika is blue. And the eyes of Shil Naranga Samirajj is also blue. Actually, it's very rare for Indian person to have blue eyes. Shil Gurudev, he is Shingarasa's manifestation, Krishna. Shingarasa means he wants to enjoy. No? Shingarasa means deprivation, ornamenting. And Radhika is ornamenting to remember this. That is, Radhika is putting any ornament, Majis are putting, that is a meditation for Krishna. No, Krishna meditation, Krishna decoration is Krikshana. She decorate herself with Krishna. It is not ornament. When she goes, she throws all the ornaments. Why? Because when she is separation, feeling separation, then she puts his ornament to meditate. I tried to explain why Krishna is white. But I used to use the wrong word. I said that Shil Gurudev, he is the creation of Shil Gurudev. Shil Gurudev says, what is Shil Gurudev? Shil Gurudev says, what is Shil Gurudev? Shil Gurudev means to decorate. Shil Gurudev says, who is enjoying this decoration? Shil Gurudev put in decoration herself, or on him, to be with him. But because with all this decoration, her body reminds her about him. But when they are together, in many cases, all the decorations spread around. It is not the size of it. She is and I don't want it. She is not the size of it. She is and I paint them, and she is and I'm going to wear it. And I can't pretend to wear it. I can't pretend that these characters are and I have to pretend to wear it. It's not the size of this decoration. So there's one thing that I can't pretend they are. I want to pretend to be the person. I know what's going to be. So I can't pretend that they're going to feel Субтитры сделал DimaTorzok 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 кошки и собаки ко всем животным то они все будут слушаться вас они следуют за боссом но мы не следуем нашему боссу с вами кришна это радикин кришна не мой кришна родители это радодаси когда кришна мой это гопибава говорит если быть честным то мне не нравится куда преданность скрывают свои лица это нехорошо спасибо спасибо мы can continue to just Добро пожаловать в таблицу. Сейчас придут предные итальянские получать посвящение. Он просит меня спуститься в цокольное помещение, чтобы читать. Рады, рады. И вопросы, заготавливайте вопросы, пожалуйста. Больше вопросов. Если есть вопросы по книгам, посылайте мне в WhatsApp ссылки, в каком месте конкретно в книге, чтобы я подготовился. Тогда я смогу говорить, что вы видите, как вы растете. Шогурдов сказал, then I will see how you're growing, if you will prepare always your questions. Рады, рады. Джайкришта, I'm coming to the Shogurdav's cave, and you will read from where. Я сейчас в цокольное помещение спущусь, мы продолжим читать. Сейчас Шогурдов будет здесь занят. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 или Мадумангау, разные ситуации. Мадусуд назначает шмель, пчела. Помните недавно эту историю, когда на прошлом зуме они крутятся вокруг лица Шримати Радики, садятся, и Кришне-то не нравится, он их отгоняет лотосом, они улетают. И кто-то говорит, всё, шмели, то есть пчёлы улетели, Мадусуд ушёл. А для неё это как спусковой механизм. Мадусуд ушёл. Она и так в её сердце пасна страх, что Кришна, что она окажется без него. И это чувство взрывается, и она оказывается в разлуке с ним, в своём мире. Даже сидя на его коленях, она оказывается в другом мире. В этом мире он очень далеко и очень надолго, и там сильная разлука. И Кришна обнимает её, он зовёт её, говорит, Рада, не плачь, я вот он, да здесь, но не может достучаться до неё, не может окричаться до неё. И Кришна пытается помочь её, но он не мог. И он настолько удивлён, изумлён её чувствами, что он хочет понять её. И он хочет занять её место, стать ею, чтобы испытать это самому. По этой причине он приходит как Читани Махапрабху. Кришна стал Радхой. Кришна стал Радхой. Шьяма стал Гаурой. Гаурой — золотым. И Кришна спрашивает. И для этой Радхи нужен Кришна. И Гаурой — И Гаурой — объясняет Радхой. Радхи стал Радхой. И для него — Кришна. И тогда он спросил мне, «Ты понимаешь?» Я понимаю, что я не понимаю. Почему? Потому что я помню читание Лилу. Он видел в Джаганадхе, Шемасундару. Он видел в Божестве Алланадха, четырёх руками, видел Шемасундару. То есть Шема Алланадх, Джаганадх — это не Радха. Это уже Кришна. Причём здесь? Я не понимаю. И тогда Шубардафа спросил мне, «Ты понимаешь?» И я понял, что я не понимаю. Я понял, что я понял. Почему? Потому что как случилось в читании Лилу? Я помню, из читания Чаритамрита. Он пришел в Джаганадхе, и увидел Джаганадхе, Шемасундару. Или он пришел в Алланадхе и смотрел в Дитти как Шемасундару, двух-ханды Шемасундару, но Алланадхе, еще четырёх-ханды. Он на Райанхе. Нарайанхе. Алланадхе, Джаганадхе, не Радха. Они экспансионы of Кришна. Что это? Почему я не понимаю this equation of Guru Дев? Кришна is already aware. No need for Radha to become Кришна. Why he is asking like this? Я не понимаю вопроса, что говорит о Кришна уже там в форме Джаганадха, в форме Алланадха. В чём вопрос? Зачем Радхе превращаться в Кришну? But Джаганадхе actually not в Радже Кришна. Джаганадхе is Дзвары Кадиши Кришна. Алланадхе actually is Narayan. But what's happened? Their love shakti, shimati radhika shakti, shimati radhika can be as personified, as a person, as shirata, or as love energy. Love energy is everywhere, but shimati radhika in particular place. И ответ такой, shimati radhika находится в определённом месте в своём образе Радхе, а её энергия, энергия любви, она распространяется как солнечный свет повсюду. Her energy of love spreading everywhere. She is in particular place, but her love energy everywhere. And now this love energy makes Krishna in mood of Radha see Jagannatha as Shamasundara or Alanat means Narayana as Shamasundara. This is how Radha becomes Krishna. This understanding Shukardar gave to me. He not explained to us, but he gave to me because I had this question how possible what Radha becomes Krishna and he explained but he not told by words as now I explain to you. He just asked me do you understand and what can I answer to him? Он меня спросил ты понимаешь? Я понял, что не понимаю, я не знаю, что ему ответить. И я просто погрузил своё сознание, себя, свои почувствовать хоть что-нибудь, что-нибудь почувствует, что-нибудь даст какой-то намёк. And I observed my thoughts, my feelings inside of heart. I am trying to understand if some feeling coming from inside or not. And I found some feelings there. И я обнаружил, что определенные чувства есть. И затем я попытался описать эти чувства сам для себя. Это все происходит в течение нескольких секунд, пока Гордеф не спрашивает, не надо что-то ответить. And then I absorbed myself in my heart. I found particular feelings there about this subject what exclaim to me and not asking. And now I am trying to describe what I am feeling for myself. It's everything is happening during few seconds where they asking me to do understand I need to answer. And this happened inside of me. Then when I this feeling I tried to write a picture I told that she the energy that it was to see her everywhere. And I told she is in form of love energy giving him chance to see Shema Sundar everywhere. And he told yes. This is how Radica becomes for him Krishna. He said yes. It is how Radica became Krishna. It is what I wanted to share with you. It was my personal Darshan and we said we talk and talk about him. He asked questions to ask He asked why he asked why asked asked me now you understand why Krishna is Audaria and I answered I did same again I put my all feelings inside and trying to find what is inside I and again I I Я вновь погрузился в своё сердце, и чувства, образы всплыли. Просто из того, что я много-много раз что-то слышал, теперь это всё просто выходит оттуда. And because I heard so many things, he did before so many things, now it's starting to come outside. And next what comes outside, and he asks, now you understand why he is, means читание, why he is most merciful. Why? And I answer, yes. Yes, because he is extremely happy. He received, without any efforts, all her love. It's a great treasure. He did anything. He received so much treasure, without efforts, and he is so happy. And what a person is doing in such a condition? He is just sharing, 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 due to happiness. Because he did not have a job to receive it. He just fallen on him, all his treasure. And now he is giving to everyone. Иван, я сказал Шиогурдеву, что он разбогател без всякого труда, этим богатством, чимати-радик, её любви. Он ничего для этого не сделал. Она просто наградила, просто дала ему всё, без всяких усилий. Он такой счастливый, от этого бесконечного счастья переполняющего. Он же не трудился, он не может ценить каждую капельку этого счастья, полученную великим трудом. Нет. Она просто у него, это счастье свалилось. И он теперь раздаёт всем. Часливый человек, он не считает, он просто раздаёт. The happy person, not calculating, he is just giving, giving, is the nature of a happy person. I thought, for me, this is Аудария. Я сказал Шиогурдову, для меня вот это значит Аудария. Он согласился со мной. Но потом кое-что ещё добавил. But he was agreeing with me, but after he added something more, he told, he gave to us the best, what he wants. И он сказал, он добавил в конце, он дал нам самое лучшее из того, что он получил, то, что он сам хочет. Помните, он же пришёл сначала, кстати, рада-баву. И только в конце, на пике, манжари-баву. He came to relish рада-бава. And only in the end, when he was in the pinnacle of his emotion, he is relished манжари-бава. He gave the best to us. And how he gave? Just gave, that's all. И как он дал? Он просто раздал, и всё. Мне неоднократно здесь говорил. Он говорил, тут написано, you have to do something. Вы должны сделать что-то, чтобы это получили. Он говорил, нет, нет, нет. Это приходит без усилий, просто по милости, потому что вы принадлежите к этой семье. И всё, вам просто это даётся, и всё. He told me many times, our treasure, our heritage, coming to us without efforts, just because we belong to this family, Радж-фамили, Рада-фамили. Потому что мы принадлежим к семье Радики, Рада-Мохану. Мы belong to Рада-Мохан-фамили. Радж-фамили, Рада-Мохан, И когда Рада и Кришна вместе, они в таком экстазе, в таком восторге, они забываются. В этот момент рождается идея определённой манжари. Им нужна определённая манжари. Каждая манжари — это воплощённый их экстаз, их единение. То есть мы обычно, люди, скрываем свою интимную жизнь от других. Но Рада Мохан для нас открыта и их интимная жизнь, и их близость, она для нас открыта, потому что мы воплощение их радости и счастья. Generally, people, they hide in their intimate life is only for two, for two persons, not for all. But Рада Мохан is not covering at all. They open their blissful meetings to their манжари. Why? Because their манжари — personification of the happiness of their intimate life. for them, for манжари, no any secrets. And this is what Махапрабху gave. Around the world, around the world, all other people, all religious love, no chance for what they think about this. It's beyond imagination, beyond dreams. Махапрабху just gave it. Not sell it, gave it as a gift. Это то, что раздал Махапрабху. Он не продавал. Он просто раздавал это. Я вспоминаю, как тут однажды на явлении на Гаорапурниму, преднаделились, сидели здесь и рассказывали о славе Махапрабху. Once here, we are seated here in the same place as now. It was Гаорапурнима time and evening time, and the word is sharing about glory of Махапрабху. И меня попросили тоже сказать, я сказал, а я сейчас думаю о минусе Нитянанды, как он по просьбе Махапрабху всем раздавал премию. Он шёл от деревни к деревне и просто пел со своими двадцать двадцатыми спутниками. И к этому этот киртун притягивал свою любовь у всех вокруг. Этот киртун делался месяц, второй, все вокруг всё забывали и полностью погружались с киртун любви. И тогда, он, по-настоящему, махапрабху начался притягиваться в Бемгалле, в любом месте, в любом месте, где он пришел с двадцатого двадцатого парня, 12 close friends из Кришна-лила. Они начались киртун в маркет-плейс. И после один месяц, два месяца, все вокруг, все вокруг, все вокруг, в городе, все вокруг в этом маркет-плейсе. День за днём они пели, без сна, без еды, даже дети. Или, и такой экстаз был у всех, взрослые прыгали по веточкам деревьев, маленькие дети могли обладать такой косвенной силой, могли вырвать свободу пальму с корнем из земли. И они были так счастливы. happiness is a source of all strange all power and they were so happy all persons ladies, gentlemen they in ecstasy jumped on the trees and danced on the branches of trees small children they were so happy even not eating, not sleeping day by day they can uproot big palm tree and then Mahaprabhu traveled everywhere all India, what he did everyone to whom he met he embraced this person became crazy from love and running to his village and embraced everyone everyone became crazy and soon millions millions of people all crazy people following Mahaprabhu or when Mahaprabhu путешествовал по Южной Индии и по всей Индии что происходило? все, кого он встречал он просто обнимал и они сходили с ума от счастья обретали прямо бежали в свою деревню как сумасшедшие обнимали всех передавали эту болезнь счастья скоро за Mahaprabhu следовали миллионы таких безумных и счастливых это похоже на то что там кто-то совершал суровую садану требовалась какая-то плата за 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 любовь просто раздавалась раздавалась когда я здесь услышал мы должны мое сердце разбудилось может быть хорошо но я мой идеал милости не в том что я должен совершить суровую аскезу какую-то супер садану мой идеал милости это вот оттуда Миштань Ширитамриты my ideal of causes смерти from Читань Ширитамрита what I just explained it's not like for receiving Шимати Роди Касмёси I must do супер austerity супер садана no she is just азмаве she is love me so much already now right now she is love me so much Шимати Роди как мама она уже меня любит я не должен ничего доказывать уже сейчас любит для нее я уже манджари и для Мохана я уже манджари это я может не осознаю а для них я манджари они меня любят они ведут меня заботливо и they love both Роди Мохан love me азмаве и they helped me step by step as a small child taking me by two hands from one hand Шримати Роди from other hand taking Мохан they both they both teaching me how to walk and they just leading me towards my goal и эти двое они взяли меня за руки с одной стороны Шримати Роди с другой стороны Кришна Мохан они ведут к моей цели как родители что там ребенок делает он переставляет ножки потому что это естественно что его фактически подвесили за руки ему интересно ногами швили it is very interesting for small child to move legs because no efforts they taken parents taken by hands and small child just moving his legs because so much energy inside this is my ideal of место and what I heard you will receive и как я слышал по вере ваше воздавцов как будто что я сказал многие любят вот так но можно же взят просто так many people like to do like this means complicated way difficult way but it's possible to do like this and I read one story I already narrated this story here but I will repeat я расскажу еще одну историю я познакомился здесь с одной семьей из Европы из Хорватии Махабаба и Дин Дайял I met here one couple Махабаба и Дин Дайял and Махабаба received from Shilgurdev service to make picture of One year she tried to do this staying in front of white paper and couldn't do anything because the initial information was so small one small picture where I was supposed to see what he had in the bureau that's all и начальные данные которые она получила маленькая фотография где вам надо замуж Махарадж видно только что у нее есть борода и все никаких черт лица не видно год она пыталась что-то нарисовать ничего не получалось One year she tried to make something but and after one year her tolerance was finished через год ее терпение кончилось and what she did she just asked please come and allow me to make your picture please come I want to see you I need to make your picture and he came seated smiling and she did his picture и он появился сел улыбающийся довольный она нарисовала его и после того как она нарисовала она такая а что так можно было не так вот это пожалуйста появитесь and when she finished his portrait she started to think wow actually it's possible like this no need to do like this possible just asking it it's called personalism I person you person I need your help please come I need to write I need to make draw on your portrait это называется personalism я лично встречаюсь мне нужно нарисовать мой портрет пожалуйста появись а как я нарисую если я тебя не вижу рады-рады I shared what I had desire to share я поделился тем чем хотел поделиться рады-рады я не думаю что есть какая-то необходимость следовать строгому что там должно быть обязательно по расписанию до такой-то минуты я не думаю как необходимо не поверить strict rules то сколько ничего до конца до конца до конца до конца до конца до конца я не помню как здесь я не помню что это было на жилье я думаю что это герман заул что это месяц это почти 22 , нет 23 это за герман заул Это произошло в прошлом году. Это был вечерний немецкий зум здесь. И настроение, оно постоянно росло, росло, росло. Предначили уже плакать. И Горде был такой счастливый, он сказал, не останавливайтесь. И в какой-то момент тишина. Он говорит, если не сможешь ничего добавить, чтобы у нас остальное еще уросло, лучше на этом остановимся. Все. Не надо говорить больше. And then silence came. И Горде thought, окей, if nobody can speak something which helped grow the mood more, it's better stop right now. Not to tell anything what makes mood down. But then what's happened? He asked, Джананда Махарадж, please explain to me what does mean Gopi Bala, what does mean Saki Bala. And he started to explain and moods go down. And I came to Gordev at the end and asked, Gordev, what just happened? You told stop. But then you all, you personally asked Джананда to explain the subject and the mood goes down. Я пошел к Горде, спросил Gordev, что только что произошло, вы же сказали остановиться. Но потом он просил Джанана Махараджа объяснить эту тему. И настроение пошло вниз. Зачем мы это сделали? Вы же сами сказали. Он говорит, что я могу сделать? Там было много преданных, которым нужно было это объяснить. Они нуждались в понимании этих терминов. And Gordev answered to me, what can I do? So many devotees were there who need to understand these terms. But anyway, he told, when mood is calm, after this it's better to stop him. Но тем не менее, он нам дал урок. Он сказал, когда настроение поднялось, лучше на том остановиться. Why to stop, when anyone can take japa and pray, or any way be in this mood, in this high dancing waves in the ocean of love. То есть, так или иначе, остаться на этих высоко танцующих волнах любви. Рады, рады, дорогие преданной. Я на этом хочу остановиться. Мадан Махини, ещё раз. Во-первых, хотела сказать спасибо большое, что поделились сегодня. Замечательная хрикатха была. А вопрос можно задать небольшой? Ну, по поводу того, что вы сказали, чтобы у меня закрепилось понимание. Вот, вы сказали, что читание Махапрабу, он первоначально пришёл с желанием ощутить рады бхаву. А вот на пике у него появилось желание ощутить вот эту манжари бхаву. И в связи с этим у меня два вопроса. А можете примеры считания череда привести, что это действительно так? И второй вопрос. А он всё-таки достиг эту манжари бхаву? И если достиг, то как это проявилось? Это написано. Мадан Махини, asking, she wants to make clear about that point of my narration when Mahaprabhu came to relish Radha Bhava and in the pinnacle of his emotion at the end Mnjari Bhava. And she's asking, is it clear, my understanding is clear and if some praman, some evidence from Chitanyika Tamrita about this last point, what he's enjoying, his relation Mnjari Bhava at the end. Этот момент здесь долго обсуждался в Мунгер-Мандире преданными, как Махапрабhu наслаждается Манджарибавой и его спутники. Может быть, немного таких прямых свидетельств в читании Chitanyika Tamrita, но тем не менее они есть. Я сейчас не вспомню главу, это из Антелилы. Описывается, как в трансе Махапрабhu увидел себя как тем, кто собирает цветы для Рады Кришны. Рада Кришна отдельно, он отдельно. И он находится в среде служанок, чем Мать Радики, и он собирает цветы для них. And, for example, I told what I couldn't remember so much, so obvious evidence from Chitanyika Tamrita, but in Антелила, I don't remember which chapter, which text, but this point when Mahaprabhu entrants, he was in Vrindavan, and he's picking up flowers for Radha Mohan, for Radha Krishna. Radha Krishna is separate, means he's not in the mood of Radha, he's not in the mood of Krishna. He's separate, and he collecting from them flowers. Who is he? and he's not in the mood of Krishna, and he's not in the mood of Krishna. heavenly manajari. Як, к сожалению, моя память не очень, чтобы привести все эти комментарии, но мы в свое время читали комментарии здесь, Shilpropade, он использует слово потому что манджари входит в категорию саки, есть пять категорий саки, то есть подругшие материалики, и две из них относятся к манджари. Манджари, I told what I couldn't, my memory is not so good to give evidence from Chitanya Chirtamita right now, but I remember how we read with Jananda Maharaj in presence of Shilagurudeva, such evidence from Chitanya Chirtamita, where is Shilaprupada explaining such verses, where is he explaining about sakes who are Sirnshimati Radhika. And manjari, they are inside of five categories of sakes. Two categories is manjari, nityasaki, narmasaki. These two categories of sakes is manjari, manjari and tinkari. Из пяти категорий подруг, которые перечисляются, члены Chirtamita, saki, priyasaki, nityasaki, narmasaki, priyanarmasaki, две, nityasaki и narmasaki, это manjari, точнее, manjari и tinkari. Nityasaki — это manjari, narmasaki — это tinkari. Ну, tinkari — это тоже manjari, просто старший manjari. And among these five categories of shimati radhika's girlfriends, sakes, 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 priyasaki, nityasaki, 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 priyanarmasaki. Two categories, nityasaki manjari is manjari, and narmasaki is kinkari. Kinkari is also manjari, but senior manjari. Chirtpropada, объясняет, комментарий. Но вот так вот просто сразу сходу я не смогу, у меня память не такая. Но мы здесь это обсуждали, я видел эти тексты, мы их разбирали здесь. То есть моё сердце было натворено. Вам надо будет открывать самой, читать. Но это антелила, маденна-махинь, это антелила. И там, где он видит, как он служит в божественном чете, собираются и ты. Ученики Саду Махараджа принадлежат категории «пре», «сакхи», «манджари», «никимкари»? Я правильно понимаю или нет? Я ещё не до конца ответил на предыдущий вопрос. Я ещё не до конца ответил на предыдущий вопрос. Я ещё хотел что-то добавить. Забыл. Если я вспомню, потом я скину вам сообщение. Мадам Махини is asking, in which category is disciples of Shiloh Sadamaharach or Shilugurde? Нитя-саки о нарма-саки, means «манджари» о «кинкари». Я не могу ответить за всех, но я спросил Shilugurdeva об этом. Это было на русском зуме. Я при всех задал этот вопрос. И он ответил. Это в соответствии с арупой. Кто-то будет манджари, кто-то будет кинкари. Но рати-манджари, тулус-манджари – это кинкари. Я спросил этот вопрос. Я спросил Шилгурдеva. Я спросил его. И он ответил. Это было на русском зуме. И он ответил. Это according to Сварупа. Сама будет манджари. Сама будет кинкари. Но рати-манджари, тулус-манджари, это кинкари. И когда мы обсуждали в его состоянии читать Шивилапу Кусаманджари, мы увеличиваемся с уверенностью кинкари. И я знаю, что многие девотовцы, если я говорю о этой разнообразии, они скажут, что я не хочу быть кинкари. Поскольку мы изучаем Вилапу Кусаманджари, погружаемся в чувства тулус-манджари, то, естественно, такая жажда приходит в сердце. Быть кинкарей. И я знаю, что в разговорах с преданным, когда эта тема поднимается, они говорят, что я хочу быть кинкарей. Это моё вдохновение. Я хочу быть кинкарей. Всё очень просто. Матанмахини, это не вопрос ума, не вопрос моего размышления, кто я там. Нет, это вопрос тяготения сердца. А что убирает сердце? Шивил Гурдав об этом говорил, отвечая на ваш предыдущий вопрос про Вриндаван и другие ливы, Кришна. Помните? Он говорил, это вопрос лишь тяготения сердца. А что сердце хочет? Значит, там моя цель. И Шивил Гурдав answered such a question, who am I, where, в Радхакришна-нила? Это не вопрос о логике и интеллектуальной анализе. Это вопрос о том, что мне нравится? В чем я хочу? В чем я хочу? В чем я хочу? Когда я слышу о кинкаре, я хочу быть более attracted чем о кинкаре. Is this what I want? Если мое сердце больше тянется к положению кинкаре, это значит мое положение. Это очень просто. Когда я начал читать десятую песню Шимадбага в форме источника вечного наслаждения, я помню, мне никогда не нравилось уходить за пределы Вриндавана. Я читал все остальные главы источника вечного наслаждения из-за уважения к Шиле Праупаде. Меня интересовало только Вриндаван. С самого начала. Когда я читал Шиле Праупаде's book, я помню, я никогда не был желан, чтобы оставить Вриндаван. Другие части из этого для меня не интересовались. Я читал все эти части только благодаря респекту Шиле Праупада. Но в моем сердце не было ни желания оставить Вриндаван. Мое сердце интересовало только Вриндаван. Я не хотел читать какие-то другие главы. Они мне были неинтересны. Таким образом, для меня очевидно стало, кто я. Я точно не Сваикунхи. Я хочу быть Вриндаваном. Это так очень просто. Если бы мое положение было бы другом Кришны, я бы захотел быть другом Кришны, но мне не хотелось бы быть другом Кришны. Мне не хотелось бы иметь родительские чувства Кришны. Несмотря на то, что мне не нравились, я их ценил. Когда я слышал так много нарресий о Кришне, в последнее время Рада Кришна, я обнаружил, какая нарресия нарушила моё сердце. Когда моё сердце начало трамбляться, я обнаружил, какие истории наиболее сильно касаются моего сердца, когда сердце начинает биться. Он начинает... Он говорит, это моё, это моё. Я могу слушать, что Шилгольф рассказывает и остаться безразличным до тех пор, пока он не коснётся чувств Туси Манджари. Как Туси Манджари служит, чем Мать Радики. Всё. Когда говорит он «Свамини, моя свамини». Всё. Эмоции. Всё очень просто. Тогда Шилгольф рассказывает то, что Радики Симанджари или Ши Радара Суданиди. Я обнаружил, что, в некоторое случилось, что его сердце становится иначе. Но тогда он начинает говорить о том, что телескоп Туси Манджари, про свамини, моё свамини, моё сердце битвое сердце. Эмоции есть. И я могу легко понять, что я могу понять, что я хочу. рады рады и я надеюсь я ответил по крайне хотя бы от счастья